Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июля. И смотрите, все сорта, когда они начинают спеть, их у меня больше 220 сортов, около 300 уже, наверное. Я реально не могу ни в огороде, ни дегустацию делать ежегодно. Те сорта, которые я в том году описывала подробно, я вот сейчас, например, хочу выделить вот эту малахитовую шкатулку. Она у меня еще не поспела, но потом, когда начинают они зреться массово, я не успеваю. Этот сорт у меня в каталоге под номером 178. Это вот считается тоже такой необычный, редкий зеленоплодный томат, которых выращивают не все. Я сама в прошлом году эти зеленые лягушка царевна, потом вот эта малахитовая шкатулка впервые выращивала. И меня поразили они своим вкусом. Я действительно думала, что зеленые какие-то не такие, но они очень сладкие. И сегодня, когда я называла самые сладкие сорта, я вот эту малахитовую шкатулку, потом негретенка и полосатый шоколад назвала в числе тех, которые действительно у меня самые сладкие в прошлом году были. Хочу сегодня прошлогоднее видео вот сейчас сюда добавлю и посмотрите. Может быть, кого-то заинтересует этот сорт и может быть, кто-то решится впервые вырастить у себя на огороде зеленый томат. Я вот в прошлом году впервые посадила, вырастила, мне очень понравилась сладкая. Вот такая томат становится интарный, мякоть тает во рту. Ну, лучше смотрите своими глазами. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа. Я хочу вам несколько слов сказать о зеленых томатах, а именно о сорте малахитовая шкатулка. Вот этот именно. Я уже говорила несколько раз, что томаты зеленые выращиваю в этом году впервые. И для меня необычно все. Необычно то, что семена вот такие у них. Мне все время кажется, что они недозрелые. Я боюсь, у меня там в глубине души все-таки сомнение такое копошится, что вдруг они, семена эти, несозревшие. Я долго не могла понять, как они будут спеть, они зеленые и зеленые. Но вот наконец я дождалась, когда малахитовая шкатулка уже точно стала спелой. Потому что в ее описании написано, что плод становится из зеленого в такой, в изумрудно-желтый приобретает оттенок. Но у меня он не только оттенок приобрел, он вообще такой стал ярко-ярко такой плод и мягкий на ощупь. Но, несмотря на такую спелость, хорошую, как я поняла, что вот это спелее уже не будет. Несмотря на это, мякоть ярко-зеленая. Вот что у лягушки, я вот уже пробовала лягушку, болото, вот малахитовая шкатулка, потом еще какой-то зеленый, уже не помню. Их несколько я в этом году посадила на пробу. Хочу отметить малахитовую шкатулку отдельно. Несмотря на то, что ярко-зеленая, вот эта мякоть не очень привлекательна зрительно. Но мне уже в комментариях пишут, что если зрительное восприятие мешает зеленым цветом, с закрытыми глазами ешьте. Но меня удивила ее сладость. Вот повышенное содержание сахара по сравнению с другими сортами. Да, я ела лягушку царевну, она такая, ну, мякоть вкусненькая такая, сладенькая, без кислинки. Ела болото, тоже мягкое, тает во рту. Но когда я попробовала малахитовую шкатулку, не идет ни в сравнении ни с чем. Вот вкус очень сладкий, вот такой десертно-сладкий. Именно не томат. Вообще мы томат же не воспринимаем как десерт, это же не сладости, это все-таки у нас овощи. Но вот малахитовая шкатулка просто поразила, убила меня своей сладостью. Я сейчас сижу, вот выбираю семена. Конечно, про это говорить неудобно, но все равно скажу. Я сижу, выбираю семена и съедаю всю вот эту малахитовую шкатулку, всю вот эту вот зеленую мякоть. И меня уже не останавливает то, что она зеленая, и то, что зрительно она непривлекательна. Ее вкус действительно меня поразил и покорил. Вот сижу сейчас, лакомлюсь. И для чего я снимаю это видео? Ну, хочу сказать. Я же обещала в конце сезона рассказывать там какие. Вот из всех зеленоплодных, но это мое мнение, и у меня так получилось. Может быть у других людей лягушка сладче будет. Вот из всех, например, из лягушка, болота, малахитовая шкатулка. Еще сибирский малахит я не пробовала. Вот из них вот эта вот малахитовая шкатулка оказалась самая-самая вкусная, именно очень сладкая. Такая сладкая, что вот ее действительно кушаешь и думаешь, создается впечатление, что это какой-то фрукт. Вот такой экзотический, необычный такой вкус, очень сладкий, даже не характерный для томатов. Обычно томат все равно с какой-то кислинкой, хоть нота кислинки, но все равно есть. А это прям вот повышенная сладость. Все, не буду вас долго задерживать. Я вот высказала свое мнение о сорте малахитовая шкатулка, наелась ее сегодня досыта, запомнила навсегда этот вкус, такой сладкий, приятный. Вот прям, я не скажу, что приторно-сладкий, но вот именно повышенное содержание сахара, что она воспринимается как десерт. Все, до свидания. Это была малахитовая шкатулка. Кто не пробовал ни разу зеленые помидоры, я долго сопротивлялась. Много-много лет работаю, выращиваю все, вот работаю с томатами, но ни разу не выращивала зеленые. Нынче посадила, вырастила первый год. По рекомендациям, мне все говорили, что они хорошие, вкусные, я не верила. Теперь могу сказать и свое мнение. Да, действительно, зеленые томаты ничем не уступают по вкусу всем остальным, а больше всего покорила меня малахитовая шкатулка. До свидания.